Париматч Жанепро Хоккей Лигаса В каждом периоде по одной шайбе забросили команды И можно подумать, что игра была скучная Но нет, друзья, на самом-то деле очень интересный матч мы посмотрели Равные команды сражались Множество моментов создавали как одни, так и другие Но реализация и вратари просто не позволяли командам забивать больше Счет открыли хозяева в большинстве В самом начале встречи на четвертой минуте Никита Баженов С передачи Анисимова и Ваулина Отличное большинство, самое первое большинство в этой встрече На самом-то деле очень сильно осаждали ворота Янкова И ему приходилось очень сложно В итоге ключик подобрали, шайбу забросили Счет открыли, да? Ну и торпеда пытался отыграться, боролись Но ничего не получалось у подопечных Евгения Фадеева В плане реализации, да? Ну и там в первом периоде особо ничего больше не было Ни грубости, ни заброшенных шайб Но уже во втором периоде, да? Команды с дальними скамейками, да? Были удаления как у одних, так и у других Но реализация, опять же, большинства пожелала лучшего Как у одних, так и у других Поэтому большого количества заброшенных шайб мы не увидели Но броски по воротам были Это самое главное Были созданы моменты голевые Но они, опять же, были нереализованы Но в итоге, в концовке второго периода За пять секунд до конца второго периода Анисимов удваивает преимущество Алматы Забрасывая вторую шайбу хозяев в этой встрече С передачи Филипенко и Ваулина Хороший, неплохой эпизод, да? Показалось мне в этом эпизоде, что был рикошет Ну вот давайте я еще раз посмотрю Ну, скорее всего, да Скорее всего, да Был рикошет от партнера И не увидел этого отскока янков Ну и все Там уже закончился второй период Но в третьем периоде Торпеда побежала вперед Ну и вот этот выход Апаженова Отличная передача Апаженов с партнером Выходили два в одного Так классно расчертили с Анисимовым на пару Но спас в этом эпизоде янков Мега сейв Но затем уже спустя там 35-37 секунд после этого эпизода Появляется там хоккеист Алматы на льду Ну и забрасывает, забрасывает тетя янков Красивейший гол На 48-й минуте счет становится 2-1 И большущий шанс для торпедов счет сравнять Давали хозяева удаляясь Давая подопечным Евгения Фадеева играть в большинстве Но ничего не смогли предпринять Да, забросить Хотя финальный навал был Был финальный навал Но ключик к воротам Николаса Виларду Не был Не был подобран Ну и в итоге Встреча так и закончилась 2-1 Ну и на этом все Спасибо за внимание Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok